приветствую всех на канале мир евгения гостей прошу подписаться также друзей гостей и всех кто смотрит это видео прошу ставить лайки писать комментарии чем больше вы этих полезных деяний сделайте тем больше людей посмотрит это видео и мне будет приятно особенно люблю отвечать на ваши комментарии и негативные и позитивные и так сегодня мы вот возле те гарба в парке и наконец-то я вроде более-менее доделал коня ну еще конечно будут тут что-то на нем менять давайте расскажу что у меня получилось значит взяли мы стелс пилот который я мамки брал складной модель не помнили 850 или 950 я вам опишу в комментариях или к описанию к видео ну провода видите пока вот так вот собрал лишний не стал их подрезать но я потом куплю ленту и обмотаю чтобы не видно было этого всего так аккумулятор пока получилось закрепить только так как видите здесь место для крепления нет аккумулятор довольно таки большой можно было как-то бы сюда поставить ну пока не знаю пока здесь будет принципе да он конечно пол багажника занял но в принципе видите здесь еще что-то осталось чтобы немножко закрепить что-то конечно в этом плане это рама не совсем удобная для установки аккумуляторов так но багажник все родное единственное поменял здесь друзья датчик заказывал на озоне потому что в тот который комплекте шел он слишком широкий он здесь не заходил а этот видите более узенький более простенький но надо аккуратно чтобы вот эту штуку не сломать но и чуть шатун здесь на всякий случай я подточил в каретке и пришлось единственно играться с распиновкой так проводов не с первого раза получилось подключить но 2 более меня так какой еще косяк получился но подножку сейчас не могу пока поставить потому что вилку я поменял она стала чуть выше и соответственно подножку надо будет что-то сюда доварить на завод возьму что-нибудь придумаю либо сюда что-то подложить чтоб они ниже опустить ну короче ревна подножку пока его не поставишь он падает так вилочка моя моего велосипеда и взял бы по цвету видите не получилось подобрать прям идеальный цвет уже тремя красками красил короче получилось как-то так видите она уже чуть-чуть у меня тут потерлась но ничего для установки крыльев он поставил хомуты с эти переспицевал сюда новые спицы мотор все тот же ротор тоже здесь хомутики для крепления ну видите крылья длинные эти пришлось и просто растянуть чтобы не мешали так что еще поставил получается корзинку у меня вторая была моя первая кстати и покрасил красочкой черной матовой видите она так еще немножко даже ожила пока побегает потом новую куплю ну вы нас здесь поставил на него вот фонарик давайте еще расскажу что этот переделал связи с вилкой здесь же стакан на 1 дюйма у нас новая вилка дюйм с четвертью вот сюда были сделаны вот такие втулочки если кому интересно чертежек могу вам скинуть вот такие две втулочки мы сейчас еще покатаюсь надо будет подтянуть она сейчас все весь подшипниковый узел на место сядет ваша под нагрузкой еще не ездил я будет еще руль дополнительно стянуть короче переходные втулочки они получаются здесь вставляются не вовнутрь стакана а по наружу стакана и здесь ну те же подшипники я заказал для крепления вилки на 1 дюйм четвертью они там 300 рублей комплект стоит там втулок с вот этим всем но получается оттуда только пошли подшипники и конусы ну и крышечки тут пластиковые вниз вверх получается вот эти втулки выполняют роль втулочек которые в комплекте шли вместо них потому что диаметр другой так поэт потом здесь же был резьбовой руль а я получается поставил же обычный поэтому руль вернее остался вот сам руль ручки остались старые вот это 6 старых получается тоже на озоне заказал недорогой удлинитель руля и вы нас новый соответственно по диаметрам все это дело подбирал ну вот так вот оно получилось собралось конечно не без кому тикак не без изоленты вот получается здесь у него 6 скоростей задний вот это переключатель здесь вот эту ручку я уже поставил это шла в комплекте с вот этим вот тут у нас получается нас нас получается поставил на левую потому что здесь переключатель скоростей вот это включение выключение фонарик я отдельно заказывал ну вроде неплохой ну и дисплей это все родной старой но и купил вы нас видите дополнительный что вот это все органы поднять вынесу больше здесь же и корзинка это далее ну так же как у меня в принципе на том велосипеде сделано на ручку это шел в комплекте и только чуть подрезал чтобы она была пуша она была полная ну просто чтоб одинаковая с вот это а так еще может что-то буду перейдевать ручки тормозные здесь конечно стелсовские родные они слабенькие на зоне сейчас за 300 за 400 рублей можно комплект купить довольно таки повеселее ну вот как-то друзья вот так вот получилось сейчас попробуем с вами проехаться прокатиться работает принципе ассистенты все конечно единственная сиденья не поднимал намного выше не хочу его регулировать она под маман сделано вот поэтому педали конечно мне крутить не очень удобно ну и аккумулятор это мой родной получается здесь частично он 18 650 новые там ряды я добавляю 21 700 ну по сути тут 13 с и 10 рядов мощность конечно у него более-менее еще осталось ну сейчас реально он там где заказал под него другую бмс-ку умную потому что я не пойму что там происходит вот один ряд что-то садится раньше ну реально у него сейчас емкость это 18 ампер часов хотя должна быть 20 плюс я думаю даже с учетом износа аккумуляторов они все равно каждая банка должно минимум 2 ампера выдавать то есть должно быть ампер 20 то есть что-то там не работает ну придет новый бмс и тогда мы уже четко проконтролируем увидим где там идут косяки и потом тогда я буду его ремонтировать потому что ему хочется чтобы он все-таки вздыхал при полной разрядки знаете они также еще показывают вроде еще заряд есть а он раз и вздыхают в принципе я уже более менее понимаю на таких значениях вольтажа это происходит но все-таки хочется его привести в порядок в общем такой вот велосипед получился сейчас поедем с вами прокатимся до 48 вольт но здесь мощность у меня получается на контроллере понижена по моему я не помню или на 30 на 50 процентов то есть он сейчас максимум не выдает он больше 400 ватт сейчас не выдает но по прямой понятно что будет 250 20 педалями выдавать в общем друзья будем выдвигаться так вот этой кнопкой он сведений включается но ведь и полный аккумулятор выдает после сброса вот он я ездил выдавал он проехал я получился районе 300 километров 20 градусов выдает но это условно на самом деле сейчас теплее в общем давайте попробуем прокатиться немножко что-то там дребезжит на вилке но вроде едет но сейчас вот чисто друзья без педали чисто на на ручке газа еда поехали проедемся по микрорайону в горку конечно только с педалечками без педалек он не поедет сижу низ как колени согнутые да кстати забыл сказать друзья конечно же вес велосипеда изменился не в лучшую сторону он стал больше потому что там аккумулятор почти наверно килограмм восемь весит а может и больше плюс мотор килограмма 4 ну да килограмм на 13 он стал потяжелее но зато теперь на нем любой человек не спортсмен может спокойно километров 50 проехать без каких-либо проблем да еще кстати забыл сказать соответственно же с новой вилкой и с этим мотором держишь уже под ободные тормоза крепления не было поэтому пришлось установить дисковый тормоз тоже купил самый простой бюджетный на озоне там в районе трехсот рублей дешево и сердито все нормально работает правда единственное у него другие колодки не такие как у моих тормозов на том велосипеде ну ничего страшного надеюсь маме понравится начинать будем наверное с минимального какого-то ассистента ну а потом будем увеличивать еще надо будет тут и вилочку подтянуть надо будет и спицы подтянуть ну это практически первая обкатка он у меня два месяца практически стоял в комнате я ничего с ним не делал ну как ничего не делал в смысле полу разобранный был я частично что-то ремонтировал что-то делал с ним ну с педалями конечно веселее он мощности конечно этого мотора езды без педали конечно маловато но вилка уже чуть-чуть смотрю просила надо будет подтянуть вот с педалями гляньте сейчас как он летит ну в принципе я думаю неплохо получилось он сейчас как раз в районе 20 километров 20-25 едет с ветерком ну сейчас горочку поедем ну горку с педальками тоже идет ничего так никого нету ну я не думаю что моей маме надо скорость вот выше 25 километров в час как раз вот разогнался и шум ушел что-то в резонанс там где-то входит и начинает вибрировать ну вот сейчас по прямой разогнался даже он почти 30 зеркало надо будет еще боковой обязательно поставить но это чуть позже ну что друзья вот такой вот получился агрегат надеюсь вам понравилось небольшое описание рассказ про творение это как всегда друзья пишите ваши комментарии обязательно ставьте лайки делитесь видео чем больше просмотрит и напишет тем больше отвечу и тем больше мне будет приятно все друзья до новых встреч как всегда всем крепкого здоровья ну а сейчас мы дальше поедем еще снимать но это уже другая история давайте пока-пока пока